Добрый вечер. Я Алексей. В эфире 45-й выпуск программы «Гербы городов России». Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Бор. Основан город в 1365 году, если говорить о преемственном поселении. Здесь, на левом берегу Волги, на краю песчаной подлуговой террасы, отступающей на 3-4 километра от берега в северной части и вплотную приближающейся к нему в южной, славяне поселились в XI-XIV веках. Об этом свидетельствуют находящиеся на территории города погребения и остатки оборонительных сооружений. Сохранился и вау древнерусской крепости XIII-XIV века, расположенной на высоком мысе, образованной приплеванной Масоловом ручьей. Териметр был около 350 метров, высота от 2 до 3 метров. Крепостная стена состояла из двух параллельных бревенчатых стен, промежуток между которыми был засыпан землей. Предание связывает крепость с жестокими боями и большим числом павших под крепостными стенами людей. Их кости, маслы, часто находили во время земляных работ, а потому и назвали ручеем Масоловым. Место поселения оказалось на большом пути. Не раз возникали и гибли здесь деревенькие слободы. И морийцы, и татары приходили сюда за добычей. В завожье многие населенные пункты оказывались и на пути вешних вод. Случались и пожары. Шли годы, приходили беды, но люди выстояли. Небольшие слободы Везломская, Капытовская и Никольская, находившиеся по соседству, пополнялись новыми и новыми поселенцами, крепли, улицы их разрастались, соединялись. Из слобод сформировался довольно крупный населенный пункт, окруженный дремучим лесом, Бор. Его остаток находится в южной части города, где терраса сменяется песчаными холмами, поросшими сосной. Называют его, Маховые горы. В 1867 году в селении Бор числилось 40290 дворов и почти 1500 жителей. Селение богатое. В нем были школа, больница, постоялый двор, 10 торговых лавок, мельница и железоделательный завод. Улицы застраивались небольшими домами с огородами, хозяйственными постройками, колодцем, огороженными плетнем. От села через лес шли два тракта, в уездный город Семенов и торговый город Макарьев. Дважды в год, в мае и сентябре, проводились ярмарки, Никольская и Никитская, но оборот их значительным назвать нельзя, около 60 тысяч рублей. В начале 20 века Бор становится излюбленным дачным районом. Но многие жители Бора по существу оставались земледельцами и огородниками, кто-то занимался извозом, работали на погрузке и разгрузке огромного склада, на Мачальском острове. На рубеже веков создаются здесь и крупные предприятия, Муромский затон и завод теплоход. Вместе с ними формируется новый социальный слой, отличающийся большой политической активностью, рабочий класс. Он сыграл решающую роль в становлении советской власти, стал основой волжской военной флотилии в годы Гражданской войны. В трудный для страны 1942 год поселок был преобразован в город, и название его несла на броне танковая колонна Борский комсомолец, построенная на средства жителей города и района. Современный Бор насчитывает более 60 тысяч жителей. Это важный железнодорожный узел, Маховые горы, через который проходит линия Нижний Новгород, Киров. Из Бора начинается автотрасса, ведущая в шахунью и прорезающая все заволжья. Завод теплоход производит краны, земснаряды, судовое и портовое оборудование. Здесь изготавливает оконное стекло, стеклопрофилит для стеклянных панелей, и конечно же Бор, главный поставщик автомобильного стекла для Нижегородского автозавода. Среди предприятий города выделяются, силикатный, металлопрокатный, ремонтно-механический, авторемонтный, торгового оборудования и торгового машиностроения заводы, мебельная, вылочная, сапоговалельная, первичные обработки шерсти. Значительная часть их связана с Нижегородскими, что делает Бор своеобразным заволжским районом областного центра. Есть в городе индустриальный техникум, культпросвет училища, дом отдыха. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.